Супружеская пара Татьяна и Владимир после выхода на пенсию переехали жить в загородный дом и исполнили свою давнюю мечту – завели Сенбернара. Когда они жили в квартире, места для большой собаки не было, но территория частного дома позволила им это сделать. С тех пор прошло 10 лет, Сенбернар Бом стал старым, но по-прежнему верно служил своим хозяевам. Татьяна написала письмо в редакцию SM News, чтобы рассказать свою историю. Несколько месяцев назад Сенбернар стал странно себя вести, он постоянно ходил за Владимиром, а когда мужчина уходил, пес ложился у дверей и начинал протяжно выть. Сначала Татьяна не обращала внимания, но потом ей стало жутко, когда Сенбернар ложился и выл часами, пока не возвращался хозяин. Она отправляла пса в вольер на улицу, чтобы не слушать эти пугающие звуки. Однако через несколько месяцев она поняла, что несправедливо обращалась с Бомом. В сентябре Владимир поехал в санаторий и перед этим сдавал анализы в поликлинике. Терапевт заметил отклонение от нормы и отправил на дополнительные обследования. К сожалению, оказалось, что у Владимира обнаружили начальную стадию рака, но к счастью, операбельную и легко поддающуюся лечению. Для супругов эта новость была полной неожиданностью, Владимир всегда вовремя проходил все обследования от работы и часто сдавал анализы. Однако рак – болезнь очень непредсказуемая. И тогда супруги поняли, что первым изменения заметил Бом, и именно поэтому он так странно себя вел. Татьяна извинилась перед Сенбернаром и расцеловала его. Верный пес улегся головой на колени хозяину и стал лизать руки. Ведь он так сильно переживал и хотел помочь ему, но никак не мог объяснить. С вами был канал Animal Story. Лайк, подписка, «Неоценимая поддержка нашего труда». Пишите свое мнение в комментариях.